всем привет меня зовут ольга и вы на канале связать можно все и сегодня я хочу показать вам готовые работы а также немножко о процессах расскажу и покупочках всем приятного просмотра ну и давайте сразу же начнем быстренько пробежимся по готовым работам и что же я связала за этот месяц казалось мне что совсем немного я связала но как теперь вижу что достаточно много изделий и первое что я хочу показать это вот такой вот зайка зайку я вязала из головы то есть то что как хотелось так и вязалось мне вот такой вот зайка получился глазки у него бусинки немножко вышиты ушки такие длинненькие связан из ализе софте такой мягенький зайка с плюшка хоть и не спит он такой вот забавный этого зайку я вязала сама как я уже сказала из головы то что мне пришло в голову как вязать его так и связала и еще одного зайку я вязала по мастер-классу мастер-класс я нашла в интернете на одном из сайтов некоторых видео вы видели этого зайку и еще наверное видите в болталках и вот этого зайку я вам покажу на фотографии потому что сейчас его у меня нет что же я еще связала хочу вам показать что я покупала ниточки гернард бегония для платьев анны и эльзы из холодного сердца и холодное торжество и вот у меня оставались ниточки я не знала что из них вязать и стала и связывать ну я связала голубой бактус его тоже у меня нет покажу вам на фотографии связала также себе вот такую вот косыночку с удовольствием ее сейчас летом ношу очень мне удобно комфортно мне но обычная косыночка связано бабушкиным квадратом здесь вот я сделала обвязку чтобы она по получается по высоте до было чуть длиннее чтобы свисала потому что если не делать такую обвязку то она такая коротковата вот на завязочках ношу с удовольствием хоть ниточка и такая достаточно толстенькая но мне мне не жарко и также я связала много детских бактусов это вот детский бактус моей племяшки я связала вот этот бактус поменьше я связала для старшей дочки покажу здесь обвязка просто ракушки в этих двух бактусах но вот этот бактус связан узором который я взяла у саши нит у нее в инстаграме есть этот узор я связала вот такой вот бактус это для младшей и такой же таким же узором связан голубой бактус который на фотографии вы видели и на всех бактусах вот такие вот забавные кисточки вот значит три детских бактусов также я связала в этом месяце пуловер для своей мамы из на как алика это хлопок с акрилом вязала спицами номер четыре покажу на фотографии у меня есть отдельно видео предыдущие наверное перед этим там я вязала рассказывала как я вязала там очень интересно вывязано спереди регланные линии что-то я намудрила но подробно в том видео я рассказывала здесь останавливаться не буду тем более у меня сейчас всего на руках и нет этого пуловера поэтому что же я еще связала у меня очень много остатков пряжи есть хлопковой ну как остатков запасов у меня очень много и вот девчонкам надо было обновить гардероб и из пряжи это наверное я даже не знаю какая-то пряжа она была у меня без этикетки но этой серии что-то yarnart лилии или что-то типа такого я вот связала шапочки здесь обвязка специально сделано другим цветом потому что вот я вывязывала и мне еле-еле хватало этих ниточек чтобы сделать высоту шапки достаточно это вот этого для старшей дочки надо было бы еще длиннее ее сделать и украсила его такими вот бантиками здесь они заворачиваются дети носят их радуются однотипные такие шапочки вот такие вот получились шапочки у меня также я связала в этом в месяце два детских пледом размерами где-то 70 на 70 и я попробовала для себя новую технику вязания пледов чтобы не оставалось остатков чтобы не высчитывать размеры не вязать образцы я просто пледы стала вязать от угла один плед я вам на фотографии покажу его беленький он связан из-за лизе софте 4 моточка ушло я вяжу 2 моточка на расширение от угла и потом дальше у меня эти моточки идут на сужение и вот такой вот пледик я связала этот плед связан из аделия валерием тоже 4 моточка ушло но вот это вот ниточка она больше тянется чем софте и размером он получился наверное чуть больше чем белый белого тоже у меня в наличии нет сейчас чтобы сравнить вот и единственная проблема вот когда я вставила ленточку получается что полотно достаточно хорошо тянется и ленточка периодически собирается в такую гармошку и украсила я уголок пледом вот такими вот бусинками пуговичками эти пуговички заказаны с aliexpress вот такие вот я сделала для того чтобы маленькому ребенку было интересно и потрогать и возможно взять в рот на зуб как видите здесь краски никакой нет поэтому можно спокойно брать их в рот погрызть я немного я думаю что будущему малышу очень понравится такой пледик и еще вот у меня будет приедет сюда в отпуск такая же пряжа голубая это шерсть с акрилом 50 на 50 и я хочу еще сделать такой голубой пледик потому что мне очень нравится их вязать эти пледики и что-то я на них подсела вот так что будет еще и голубой я думаю в ближайшем будущем также я в этом месяце что тут у меня месяц был детский так скажем я подсела на вязание детских вещей и связала два комплекта для крещения для девочки и для мальчика для девочки я покажу вам на фотографии тоже у меня нету его с собой а вот для мальчика покажу вам значит я связала вот такую вот кофточку в принципе для девочки тоже можно просто одевать тут вот такой вот капюшончик он смотрится как капюшон гномика на пуговичках пять пуговичек и и здесь я попробовала вязать что-то типа реглана погона вот так вот у меня получилось довольно забавно не знаю надо еще будет тренироваться рукава я делала дополнительно вывязывала резиночку чтобы они были длиннее пока что они вот так вот будут заворачиваться на совсем маленького ребенка это кофточка связано и сгазал baby cotton как и платьица повязочка и пинетки для девочки там связано все крючком здесь для мальчика я вязала все спицами и спицами конечно полотно намного нежнее следующее для мальчика что я связала для крещения это вот такую вот шапочку чепчик ну самый обычный бы о нем даже не знаю что говорить вот такой вот чепчик спицами связаны и вот такие вот пинетки тут такая резиночка платочной вязкой связано и связала я еще штанишки но на штанишки газал baby cotton у меня не хватило и я вязала из ализе cotton gold и что я хочу вам показать посмотрите сравнить вот это полотно на штанишках и вот полотно как бы по метражу они получаются одинаковые вязала я на одних и тех же спицах вязала без какого-то длительного перерыва и видно что полотно отличается то есть ализе cotton gold ализе cotton gold она имеет структуру скрученную одной ниточки а газал baby cotton это пряжа которая состоит из нескольких нитей если не ошибаюсь из восьми и то и другое содержит хлопок с акрилом но как видите ализе кот ализе cotton gold когда мы вяжем полотном получается неоднородная лицевая гладь а когда пряжа содержит себе несколько ниточек все же полотно намного ровнее поэтому девочки когда вяжут из бобинной пряжи с тоненькой нескольких нитей то у них реально получается машинная гладь что нельзя добиться когда вы вяжете из пряжи хорошей скрутки когда ниточка идет однородная так что вот такие вот костюмы у меня получились фотографии я вам ставлю для девочки крестильный костюм но это костюм для мальчика крестильный вот и все что я связала в этом месяце в принципе достаточно много работ я не думала что так много у меня работ получится вот и в принципе я сейчас нахожусь в отпуске в гостях у родителей надолго нахожусь я сюда был брала пряжу чтобы ее и связать на какие-то модели но я не удержалась и заказала новую пряжу заказала пряжу на ком париж это полиамид с акрилом 60 на 40 процентов потрясающая ниточка она такая имеет пушок как мохер она очень мягкая ну понятно что она синтетика чем-то напоминает вот эту вот пряжу но по ощущениям конечно здесь шерсть чувствуется а вот это вот просто нежнее наверное даже чем софте от ализе и заказала я упаковочку такого вот розового цвета белого цвета и я думала что желтый будет более какой-то цеплячий типа вот такого что-то но он получился более горчичный приехал ничего страшного значит что из этого я буду вязать из этой ниточки я буду вязать кофточку для младшей из розового цвета для старшей из белого цвета хочу себе связать кофточку что-то типа оверсайз наверное по типу наволочки что-нибудь придумаю вот так что буду вязать кофточки из остатков либо думаю игрушки какие-то связать либо скомбинировать и какую-то например вот так скомбинировать как-нибудь подходит не подходит эти цвета либо добавлю какой-нибудь другой цвет что-нибудь придумаю сделаю в общем вот так что буду вязать из такой потрясающие ниточки эти покупки были у меня в этом месяце но будущем я не планирую покупать что-то новое поэтому буду вязать из того что я брала сюда и вот из этих ниточек но и последнее что я хочу вам в этом видео рассказать это о своих двух текущих процессах один на спицах один на крючке в принципе один процесс я сегодня закончу но ему подлежит еще длительная обработка после того как я свяжу ну и давайте приступим значит вижу я своей племяннице вот такое вот красивое платье вяжу из concord 125 от сиам это 50 на 50 шерсть с акрилом вижу на спицах три с половиной было у меня 10 моточков и вот это вот уже восьмой моточек два у меня моточка останется свяжу наверно шапочку митинг и не знаю на что-нибудь пущу остатки потому что в принципе я уже платье практически довязала осталось у меня пару рядов закончить спрятать все ниточки постирать наверное стоит его попробовать заблокировать и конечно же надо будет отпарить потому что вяжу я по китайской схеме там кофточка связано снизу вверх я вижу сверху вниз начинала я вязать резиночку сверху пришлось мне переворачивать узор связала я кокетку и дальше вот вязала таким полотном я поняла почему я не люблю резинки не люблю араны и жгуты и потому что они стягивают полотно потом это полотно надо отпаривать его надо блокировать чтобы она красиво смотрелось до узор красивый интересный но не хочу я так мучиться больше поэтому не скоро я буду вязать что-то такое красивое ажурное вот у меня платье вот заканчивается вот таким вот узором дальше будет несколько рядов платочная вязка и все я заканчиваю все его но принципе процесс еще не завершён еще длительная обработка поэтому переходит на следующий месяц у меня этот процесс вот что по нему сказать даже не знаю что еще сказать в общем намучилась я с ним в начале вот здесь вот вязание опять же говорю потому что мне пришлось переворачивать узор в узоре там идет все на сужение мне надо было на расширение плюс менять рисунок чтобы он красиво ложился но что-то у меня получилось в принципе результатом я довольна в размеры я попала вязала я как всегда без образца вот но вроде бы что-то у меня получилось и вроде как и ничего так это один процесс который я вижу на спицах и еще один процесс у меня на крючке вяжу я из диво силк эффект остался у меня один моточек от костюма лет который я вязала для своей старшей дочки в инстаграме вы можете посмотреть или я вставлю здесь фотографии остался вот один моточек и вяжу я тоже для племяшки вот такой вот топ будет сверху завязка на спине завязка и украшен наверное стразиками какими-то ну еще подумаем как мы будем украшать его вяжу очень долго в принципе связать можно быстро его но что-то я затянула с ним потому что вяжу платье а платье мне уже поднадоело эти сложные рисунки эти вывязывания и в принципе изделие достаточно большое все-таки на девочку метр пятьдесят два наверное вот платье мне надоело я понимаю что если я его сейчас вот не довяжу сегодня завтра то я его заброшу и вернуться к нему мне будет очень сложно поэтому довязываю платье берусь за кроп-топ и потом буду браться за вот эту вот пряжу буду вязать девчонкам кофточки потом буду вязать себе вряд ли я буду вязать образцы что я вообще последнее время разленивилась мне образцы вот не хочется вязать не знаю что из этого получится но что-нибудь получится вот в принципе все что я вам хотела рассказать большое вам спасибо за внимание пишите задавайте вопросы если у вас есть и до новых встреч пока 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 не